Музыка Российская сборная возвращается с международной географической олимпиады в Гонконге с тремя медалями. По традиции мы встречаем нашу команду дома, в аэропорту Шереметьево. Золото у Лады Антоновой из Москвы, серебро у Михаила Балабана из Саратова и столичной школьницы Катарины Мечниковой. В соревновании принимали участие школьники из 43 стран. Нашу сборную подготовили сотрудники МГУ – Павел Кириллов, Никита Мозгунов и Алексей Наумов. Поздравляем! Поздравляем! Первый тур – теоретический. Это задачи в основном были по физической географии, но с элементами социально-экономической. Второй тур – полевой. Нас повезли в один из населенных в Гонконге, дали задание на исследование городского развития, и потом вечером мы делали их анализ. Ну и тестовый тур – это вопросы с четырьмя вариантами ответа, на которых все равно нужно подумать. Были задания про урбанистику, про планирование, так как Гонконг – это город высоких технологий, где все это очень модно и развивается. Мы должны были составлять планы развития территории, опираясь на свои наблюдения. Задача стояла в том, чтобы написать несколько нововведений, касаемых экологической сферы, социальной инфраструктуры и экономического развития города, чтобы это было выгодно, не вредило экологической обстановке, и чтобы люди этим пользовались. Например, провести новые транспортные линии, построить новую инфраструктуру социальную, строить новые парки. На самом деле, успели мы мало посмотреть из-за тайфуна, но мы успели вдоль и поперек обойти весь центр, где я с удовольствием пронаблюдала за архитектурой, и это, наверное, самое запоминающееся событие. Мне всегда нравилось читать атласы, запоминать, где что находится, почему оно так работает. География объясняет, как мир устроен, это очень здорово.